ребята костя был на привозе и купил карасей так что будут у нас жареные карасики могла сказать что из рыбалки принес точно короче костя был на рыбалке или где я не знаю берем газетку именно газетку прикиньте пенсионная телепрограмма гороскопы здесь даже есть телепрограмма сканворд ой это сейчас редкость точно хоть программу почитать раньше без этого жить не могли короче сели в газетку ну что и поехали боже он еще живой как же его чистить смотрите шевелится вот так чистятся караси вот так делать не надо так чистятся бычки судак ну короче вся рыба у которой мелкая чешуя а здесь мы просто как вот срезаем ее и тогда она у вас не будет разлетаться по комнате еще можно заплатить его почистят а чё ж ты не заплатил привез мне вот этому дух отца блин он живой ой кошмар ой 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 бедненький господи ну шо делать кстати братья был рыбак и ему на пятой станции там где-то по фонтану жила еврейская семья и он они заказывали ему только живую рыбу вот если она дергается они берут если она уже спит все они ее не брали пожарную ну про евреи знают полка не дыхать дыхля брать не будут пошарную вот эту пленочку надо защищать черную она дает горечь она нам не нужно видите в животике животик должен быть беленький вот эту черную пленку нужно убирать можно взять салфетку или смыть под водой и также достаем жабры красные видите хорошие вот такая должна быть рыбка они очень легко отходят пожалуйста рыбка готова ребятки вот такая чистенькая рыбка должна быть внутри то есть мы прорезаем все и все вычищаем жабры пленочку вот эту черную все снимаем и теперь мы ее только промоем чистенькой водички и можно будет готовить теперь у нас трудится кто-то другой разделение труда скажи привет людям здрасте до почем карасик на рыбалке почему брал 60 так солнце мои рыбку помыл костя теперь мы можем ее покорбовать покорбовать это значит сделать насечки прорезать вот эти косточки которые здесь есть если вы боитесь подавиться то есть вот так вот до хребта делаем насечку и вот там косточки трещат я думаю что это что прожарилась нет это вот именно косточки если люди боятся подавиться я например не боюсь видите и косточки там все прорезаны но я не знаю какая-то в это это меленькая рыбка может и прожариться что их вообще не будет чувствоваться но если у вас карасик крупный то все равно эти косточки мелкие только будут чувствоваться но конечно же вы ими не подавитесь в общем карбуем часть карбуем часть не надо и с и с другой стороны вот так вот прорезаем их вот здесь они начинают хрустеть значит их здесь самое большее скопление все ребятки теперь солим по вкусу но запомните рыба соль любит она должна быть солоноватенькая и оставляем минут на 10 чтобы она просолилась вечер сегодня в одессе просто потрясающий тихо-тихо безветренно и тепло а это уже поспела рябина гранатная красотка такая так шварчит уже хорошо значит можно вложить карасиков все поехали костя ты на работу а я пошла к ужину готовится хорошо ребятки желаю вам в каждый дом но не каждый день но хотя бы часто такая вкуснота обалденная приготовьте что и вам еще хочу сказать хвостики вот эти не обрезайте это хрустики были в нашем детстве сейчас мы их будем кушать вон кости уже врубает вкусненько уже рюмочку потянул класс ребятки все до следующих встреч а нам приятного аппетита